Если пора, то вы мне вот так вот сделаете, я могу еще и раньше закончить. Хорошо? Спасибо. Как стать лидером рынка в своем сегменте на федеральном уровне и не остановиться с командой в своем развитии? Такое длинное название, половинка из которого попала вот сюда. Давайте сначала познакомимся, я вкратце постараюсь очень быстро, не слишком углубляясь в сути, специфику общепита и федеральной компании рассказать то, что я хочу. Кто я? Зовут меня Роман Орешкин, я исполнительный директор и со-партнер, со-владелец федеральной сети Майбокса. И кто мы? Мы Майбокс. Компания основана в 2013 году, я работаю с самого начала, точнее даже прям чуть раньше, чем с 2013 года, работая в МАНе, в грузовике ни при чем, это угрозная сетка продуктовых магазинов тогда еще, в должности опердира. Я занимался также активно бизнес-тренингами, бизнес-консалтингом и первый саммит франчайзи компании и региональных управляющих проводил я, когда еще не был трудоустроен, ну и потом пошло-поехало. Сейчас бренд представлен более чем в 110 городах России и у нас более 300, ну если быть точным, 304 ресторана разных форматов, я расскажу какие именно. Географии здесь все очень много, это наши арендодатели, любимые, которые пьют наши партнеры. Но реально на самом деле бизнес, он такой, зависит от локации, может быть не так, как и ресторан, о котором Оксана Малашкина рассказывала, но тем не менее, трафик решает. И по этой причине иногда происходят битвы между нашими другими партнерами, в смысле конкурентами, за те наиболее самые сладкие локации. И арендодатели, конечно, с удовольствием этим пользуются, но это нормально. Несколько слов по поводу нашей концепции и почему мы, как я считаю, смогли реализовать определенную в 2014 году стратегическую цель стать лидером в своем сегменте в масштабах Российской Федерации. Итак, почему у нас это получилось? Мы делаем акцент на продукты, а именно на свежести, на качественные ингредиенты в нашем ценовом формате, в нашем ценовом сегменте. Мы все прекрасно понимаем, что есть игроки в несколько иных ценовых коридорах, но там, где работаем мы, мы регулярно, один раз в квартал, сейчас, а раньше еще реже, сейчас просто ужину. Всем все понятно, кто на чем работает. Мы делаем сравнительные дегустации. Мы производим их. Я буду стараться рассказывать те вещи, которые будут интересны не только общебитой, чтобы вы параллели могли проводить. Мы проводим один раз в квартал в десятки ключевых городов нашего присутствия сравнительные дегустации слепые. Слепые в смысле no name, выкладываются продукции 5-6 компаний, в том числе и нашей, и мы дегустируем, не понимая, какой правильный ответ на деталь. Первое, второе место, это допускается. Если третье место, это значит, аларм, причем это слепой и заказ. Ну вот именно, как вот сейчас, у меня чуть не сплохело, Дима, благо, соврало, сказал, что привезли нормально, вкусно и волнено. Вот. И, соответственно, там, помимо вкуса продукт, есть еще целый ряд КФУ, ключевых факторов успеха. И вот в этих городах мы раскладку себя оцениваем, мы делаем вывод в отношении будущего фречизи, да или нет, ну и в отношении, собственно говоря, работы по поводу продукта. Разнообразие. По ассортименту нашей матрицы мы однозначно больше предлагаем с нашими раз в полгода обновлениями меню, чем любой другой игрок в нашем ценовом сегменте. Очень сложно отличаться японской кухней, это вот то, что суши роллы. Там есть 5-6 ключевых факторов вот этих успеха, ну а дальше, в общем, ну все действительно похоже. Но у нас есть наша любимая паназия, паназиатская кухня, и благодаря нашей фабрике кухни, в которую вложены очень сильно не один десяток миллионов рублей, мы отличаемся качеством соусов. Вот все просто открывают, так, мясо есть, сколько креветок, фишки не в этом на самом деле. И этим отличаться, ну, практически невозможно, если ты удвоишь креветки, это как бы чуть-чуть на футкосте отразится так, что там рентабельность не останется. Фишка в соусе, фишка в лапше, так, чтобы она была правильным образом сварена, и фишка в маринаде вот того самого мяса, а 80 или 100 грамм там положено, у нас не 80, у нас 100, все нормально, но просто это не делает вкуса. И вот за счет вот этих вот фишек, devil in details, дьявол в деталях, мы и практически всегда вот в этих вот квартальных слепых дегустациях по паназии занимаем первое место, за редким исключением. Ну и скорость. Мы сходим с ума реально по скорости. Я постараюсь там дожать до следующего слайда, там, слайда, где я покажу вот эти цифрыки, десятые и сотые. Сходим с ума в отношении подсчета по качественным показателям. В частности, по скорости, за любой период времени, час, отдельно взятый заказ, день, неделю, месяц, в любом городе нашего присутствия или в отдельно взятом ресторане, я могу точно узнать по любому заказу, сколько он готовился, сколько он ждал курьера, сколько курьер его вез в секундах, в минутах и в секундах. Это все собирается в отливы, в огромнейшие дашборды и оцифровывается. Только таким образом можно выстроить очень большой федеральный бизнес. Именно по этой причине я Максима так с большим удовольствием и уважением слушал. Это чуть-чуть внутряночки было, мы потом к ней еще вернемся. По поводу внешнего вида. Вот так мы выглядели в 2013 году. Мы болели за «Спартак» красно-белые. Вот. «Майбокс», «Моя коробка». Вот мы считали, что это лучшее решение. Но потом постепенно, постепенно, постепенно мы доходили, мы дошли вот до такого фирменного стиля. Причем надо признать, что вот такие красно-белые коробочки, они кое-где в Черноземье еще остались, потому что мы не можем заставить франшизи. Ну-ка, ребята, давайте в течение трех месяцев переобойтесь и фактически откройте еще один отдел. А выручка увеличится, но не с ноля, как бы там удвоится, а просто чуть-чуть увеличится. И поэтому здесь есть некоторое несоблюдение фирменного стиля, если говорить в оффлайн-мом присутствии. То есть в Волгограде вот таких уже нет, а вот там, где мы начинали, Белгород, Воронеж, Липецк, ну, много где мы начинали, там еще есть Елец. Очень прикольный город. И реально, вот, я несколько раз слышал от нескольких жителей «это Елец-детка». Это прям есть. Вот, сейчас фирменный стиль наш вот такой. Вперед вынесена паназиатская зона. С вытяжкой, с вот этими элементами шоу, которые наши «горячники» делают. Это действительно работает и привлекает, в особенности на фудкортах. Сейчас это вот так. Это вот так. Волгоградцы, это где? Варенька. Седьмая городская земля. Нет, это седьмая городская земля. Это ВТЦ. Да, да, да. Там в центре, да. Очень приятно, спасибо. Да, это ВТЦ. Да, да, да. Ты из студии. Да, 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 да. Все достаточно, достаточно, да, да. Да, 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 да. Есть такой элемент, да, согласен. Тепловая пушка не помогает. Повесили одну, повесили более тяжелую. По киловаттам там хватало, благо, есть такие элементы стрита. Это один из самых больших по квадратуре стритов. 100 плюс квадратных метров. Остальные еще меньше. То есть, соответственно... Ну, это не стрит. Это для нас как бы вот такой, ну, фудкорт без фудкорта. То есть, стрит это именно с отдельным входом. Вы говорили, конечно, посадка там побольше, да. Вот, ну, ладно. Если будут вопросы, я могу просто в любую тему погружаться. Мы тут до утра можем куролесить. Вот. Вот так выглядят стриты. Вот те самые качели, да. Расшли, они зашли. Первые в Волгограде, вторые в Казани. И потом пошло-пошло больше десяти стритов с этими качелями. Прям фишка. Вот. Это... Вы, наверное, не помните. Это на Олегеровоев у нас был стрит. Это менее приятные воспоминания. То, которое снесли потом. Там меньше года он отрабатывал. Но почти окупился. За малым прям. С учетом оборудованием, которое мы вывезли. В принципе, мы влезли. Вот. Это будущее. Ну, чуть-чуть, если честно, это презентация года полтора. Это уже настоящее. Это Казань. Вот. Это... Несколько таких стритов. Ну, это и в Казани, и в Подмосковье. Ну, и так вот я сборочную собрал. Это Воронеж, два шага от ГЧ. Чех, где мы тоже есть, галерея чужого, может быть, знаете. Стрит. Это фудкорт. Коих у нас огромное количество. Остров и павильон. Всего больше трехсот ресторанов. Еще раз выпьет реценадо, повторюсь. Но здесь нет пятого формата, который сейчас наиболее быстро развивается. Это Дар Китчен. Их у нас... Я там включил их в павильоны. Ну, потом покажу, в общем, по количеству, чтобы слайд не переделали. Вот. Их у нас в настоящий момент больше 25. 26 или 27. Ну, без малого 10%. Что такое Дар Китчен? Это либо без доступа, работающий 100% на доставку, без доступа для гостей. Либо с таким минимальным доступом, там, где зашел, тейк-эвэй и без посадочных мест. То есть без вот этих вот качели, там, и прочее, там, подобное. Вот. На самом деле, структура выручки товара, оборота, она обязывает к развитию именно вот этого формата. И до пандемии мы первые рванули в этом направлении. Суть заключается в том, что более 50% выручки компании в настоящий момент – это доставка. И с учетом того, что все вот перечисленные нами стриты в Волгограде, которые, начиная акварелью до полу-худкорта, полу-стритом и все остальные, они вообще не 100 тысяч рублей в месяц. И подавляющее большинство вообще не 200 тысяч рублей в месяц аренда. А выручки 50% на доставку, понимаете, да? А мы продолжаем платить, соответственно, за тот трафик, который как бы сокращается, потому что доставка растет, и пандемия бесследно не прошла. У нас больше 40% и до пандемии было. И вот это очень большой вопрос стратегического уровня, который предстоит решить компании для того, чтобы остаться в лидирующих позициях на рынке. Это я так чуть-чуть вперед забежал. Просто то, что волнует сейчас и в голове в первую очередь. И вот эти вот КФУ, которые я уже говорил, факторы успеха, ключевые факторы успеха, их шесть. Первый – это продукт. Я чуть-чуть так обмолвался в отношении фокуса на него. Второй момент – многоформатность. Мы пройдемся, но я уже упомянул в общем. А многоформатность и плюс ее заключается в том, что мы можем закрыть город в лучших локациях и сделать так, как мы хотим, а не так, как командует рынок и арендодатель. Где-то мы зашли стритом, где-то мы встали на фудкорт, где-то мы встали в прикассовой зоне. Сейчас я покажу, что это имеет все в виду. Ну, вы понимаете, натройте в кассы гипермаркета. Понятное дело, что там нет посадки, но нам не нужно. Заходит в гипергость, заказывает у нас. Пока он двойно 20-25 ходит, собирает продуктовую свою корзину, нам это более чем. Стандарт 15 минут в прикассе, чтобы скатать заказ. Средний чек 550 рублей, 12-13 минут. Это прям даже если очередь пара чеков хватает. Все, отлично, мы молодцы, он нас не ждет. Бывают по вечерам, четверг, пятница, суббота, конечно, чуть иначе, но там, если дополнительный повод, даже если мне куда-то ставить, в любом случае, хороший поток. Доставка отдельная тема. ПО, наш софт, я тоже останавливаюсь, постараюсь побыстрее на нем. Обучение персонала и продвижение маркетинга. Понимаю, что далеко не все в общепите работают, поэтому я так углубляться особенно не буду. Про продукт, про структуру продаж. Вот она здесь представлена. Японии 64%. Чем больше растет доставка, тем больше все-таки растет Япония. Потому что панази, это супы, лапша, рис, тяхан, не тот, который в роллах, а вот именно если он на воке приготовлен, ойякидоны и различные другие интересные блюда. Они, конечно же, это бизнес-ланч. Доставка тоже бывает, но меньше, чем ролла. И поэтому, в общем, здесь все-таки Япония превалирует. Наши великолепные морсы и салат, он, естественно, чуть меньше. По многоформатности я уже достаточно рассказал. Вот так мы выглядим по количеству. И вот этих Takeaway 210, вот в Dark Kitchen, они вот там сидят, которые только на доставку. Мы их открываем, как мы говорим, в подбрюшье. Подбрюшье стрита или фудкорта. С той целью, чтобы разгрузить его заказом на доставку, перекинув на этот Dark Kitchen. И, внимание, увеличить выручку со стола за счет этого на 10-25%. Потенциал до конца мы не можем раскрутить, потому что мы уходим по скорости. Потому что мы по времени выдачи заказа не отвечаем тем ожиданиям, которые гость имеет к нам у себя. И поэтому с сокращением количества заказов на доставку и с переводом на Dark Kitchen выручка растет всегда. Просто диапазон варьируется 10-25%. Как-то мы открыли Dark Kitchen около Самарской Меги, ну не около, там полутора километра, и забрали оттуда всю доставку. За два месяца выручка практически удвоилась. Плюс 80% со стола. Представляете? Плюс 80%. А до этого мы думали, все. Как потом пошло в недоди, бабка полная. То есть уже закидывать некуда. Поэтому правильно анализировать каналы продаж и понимать, в пользу чего стоит сделать акцент, вот это одна из таких ключевых задач. которая далеко не только в общепитии, она присутствует. Ну, Food Court Street я, наверное, описал уже достаточно. По поводу доставки. Реально, это наш айтищник, это не курьер. По поводу доставки. Здесь тоже есть несколько фишек. На примере Курска, такой прям интересный город. По поводу Курска фишка заключается в том, что на самом деле, давайте я только вот этот аспект расскажу и углубляться не будем. Мы работаем долго на рынке. Я знаю прекрасно, на каком софте работает Тануки, Екитория и все другие конкуренты, в том числе из нашего города и принцип их. Мы первые, кто начали доставлять в единую зону доставки с нескольких наших ресторанов. Всегда у всех других конкурентов один ресторан – зона, второй ресторан – зона, третий ресторан – зона. И не было вот этой единой смежной зоны, потому что это совершенно другой алгоритм. Гораздо более его сложно, проблематично повыслить и, собственно, написать в код, превратить. Фишка заключается в том, что рано или поздно какой-то из вот этих трех ресторанов, мной в воздухе нарисованных, он ложится. Ну, в смысле, туда сваливается пару хороших заказов, и на полчаса он уходит в даун. И в этом случае вся эта зона доставки тоже уходит в даун. И бизнес-ланч там наступил, хороший поток, или еще какие-то причины. И в случае конкурентов они ложились, а в случае нашем – мы везли на 5-7 минут дольше соседнего ресторана. Ну, это гораздо лучше, чем в 90 плюс минут или там просто поставить на стол. Это давало по 8 марта, по пятницам, по другим пиковым сезонам нам возможность получить тех, кто ранее не делал правильный выбор в пользу Майбокса. И, соответственно, попробовав, если понравился продукт, все, а вот таким образом и совершалось завоевание. Первые несколько лет, начиная с 2013 года, эту фишку мы освоили где-то в первой половине 14-го, нет, в первой половине 15-го года. Вот благодаря этой фишке мы продолжали прирост более значительный после пиковых 7-8 марта или Нового года. Мы реально поняли, вложились в это, и нам ценный был не сам праздник, ну, ты много заработаешь, но это один день, а именно полтора-два месяца после этого, и мы анализировали нашу АКБ, активную клиентскую базу, она реально росла значительно быстрее, нежели просто там в летние межсезонья, ну, потому что лето у нас так себе, за исключением Краснодарского края, где мы тоже представлены. Это вот одна из тех фичей, где можно, вот как про каналы продаж я говорил, постараться понять, откуда можно выгребать, потому что у нас очень алый океан. Ну, я сомневаюсь, что здесь кто-то в голубом купается. По поводу софта, блин, это вот количество слайдов, здесь вот это вот я буду проговаривать, но только очень быстро. У нас самописный фронт, он не уступает по функционалу ни гиперу, ни айка, поверьте, по функционалу, по юзабилити, по удобству, может быть, чуть-чуть, но у нас чуть меньше, чуть-чуть другие, у нас все-таки не официанты, а семирукие наши продавцы-кассиры, которые здесь выдала, приняла, и тут заточка просто чуть под другое. Он не такой красивый, потому что его не видит гость наш, а по функционалу однозначно он лучше. Если говорить про доставку, то там просто даже сравнения нет. Для скорости обслуживания все меню сгруппировано в отдельные именно товарные группы, через которые по клику можно достичь быстрее, чем набивая по ключевым словам. Ну, тут очень много, в общем, фишек. Рейтинговые позиции – это то, что позволяет нам повышать средний чек на 1,5-2%, когда мы их внедрили, то, что именно такой апсейл есть. Сайты, мобильные приложения у нас самописные. В общем, если вот первое плюс второе сложить, это получится больше 50 миллионов рублей. Это то вложение, которое компания совершила в софт для того, чтобы иметь возможность качественно отличаться. И вот мне было про что сказать сегодняшнего вечера. Это сайт, мобильные приложения, переписанный колл-центр с иной логикой, чем в подавляющем божестве у других колл-центров. Ну, не буду уж углубляться. Менеджер доставки. Более 80% заказов доставки, естественно, распределяется автоматически. Но есть некоторые более сложные моменты, которые попадают к менеджеру доставки. А у него есть три журнала, к которым попадает этот заказ. И если за 5 минут, или там можно настраивать, за 5 или за 10 минут до конца доставки заказ попадает во второй журнал, и он связывается с курьером, это вот такой полный аларм, он связывается с курьером менеджера доставки, а курьер говорит, да я его еще не забрал, сегодня же пятница вечер. И тут как бы, что же надо делать? То в идеале, не всегда получается у наших в Ханчизе так делать, то в идеале менеджер доставки должен снять трубку, позвонить гостю и сказать, любимый, через 10 минут должен приехать курьер, но он приедет через 25 минут. Больше 80-90%, практически полностью негатив снимается. Тот факт, что о нем подумали заблаговременно и предупредили, вникнув в ситуацию, снимает негатив, и практически его, можно даже сказать, меняет на позитив. Это очень интересный шаг, проактивно выстроить, вот именно не дожидаться, когда тебе сейчас скажут, что о тебе думают, а постараться проактивно выстроить коммуникацию с гостем, это тоже вот такая фича, которая в любом бизнесе, она все-таки поможет. Приложение для курьеров мобильное у нас есть свое, ну тут Яндекс.Такси, это уже ничем не удивишь. Еще вот такая фишка, мы ее внедрили, она есть, но не очень пошла у наших франчайзи. Автоматизация рабочего дня менеджера, который курирует вот те самые рестораны. Есть менеджер на один ресторан, а есть менеджер на два-три. И в подавляющем большинстве случаев это один менеджер на три ресторана, три точки, как там про чайзи говорят по-свойски. Фишка нашего формата заключается в том, что в отличие от ресторана и многих других вариантов бизнеса, вот в этом ресторане, так называемом, в этой точке, работает один кассир и два-тире, один-тире там пять поваров. То есть непосредственно аупа, административно-управленческого персонала единицы, в смену нет. Только на больших фудкортах, ведь которые могут себе позволить по товарообороту, они присутствуют. А так количество точек контроля, которое у нас присутствует, должно быть таким, чтобы линейный персонал, выходя сам, просто продавцы и повара, работали и исполняли стандарты без непосредственного руководителя, который приезжает часа на два в день, ну на три максимум, но если есть стажер на четыре-пять, и все, потому что ему нужно еще в пару ресторанов заехать. И тут мы поняли, что, слушай, что-то не то с этими менеджерами, которые ездят непонятно где, мы по видеокамерам, в каждом ресторане есть несколько видеокамер, есть отдел видеонаблюдения, который чекает, контролирует, естественно, мы сходим с ума по точкам контроля. И тут мы понимаем, что, короче, менеджеры ездят, они якобы все время заняты, но есть один нюанс, опять как в том анекдоте, их не видно на видеокамерах, где они ездят. Мы определили 14 наиболее типичных операций, и, соответственно, он должен был завайфаиться в ресторане, мы понимаем, сколько времени он провел, сколько времени он провел в ресторане, он отмечает, что если повез деньги в банк, если он приехал в офис, если он проводит собеседную, я не помню, там все 14, мы долго думали над ними, и стали анализировать, соответственно, достаточно ли менеджера на этой территории, либо еще одного вывести. Это еще один инсайт, который вообще наглухо не связан ни с Mybox, ни с общепитом, а анализ рабочего времени. Его можно сделать, на самом деле, автоматизировано через различные сервис системы и через Excel тот же самый, просто буквально. Главное, вот заморочиться по поводу этой задачи, это приведет к колоссальнейшим выводам. Некоторые менеджеры анализировали сами себя. Самое главное здесь объяснить персоналу, что мы никого не зачехлим. Ну, в смысле, не уволим. У нас есть такой жесткий термин. И в этом случае они действительно раскроются и будут искренние. В подавляющем большинстве реально случаев это приводит к повышению эффективности. И сами же сотрудники, в принципе, довольны. Ну, кроме вот тех, с которыми надо было бы обращаться. Рабочий стол руководителя, это даже борды, которые выглядят по-разному совершенно. Визуализация результата, это вот примерно как вот там со звездочкой наверху вот эта вот gold lady, а вот там дальше, what the fuck, что ты там делаешь у них в отделе, почему ты до сих пор работаешь. И здесь примерно то же самое по всем франчези, в разрезе города, рестораны, любой период продаж и все, что угодно. Очень хорошо работает на саммитах, онлайн, оффлайновых, когда, в общем, топ и антитоп выстраиваешь, и прям, а он список-то большой, городов и ресторанов много, и франчези. И ты прям выделяешь топ-3 лучших и топ-анти-топ-3, или анти-топ-5, и подольше держишь антитоп, и вот начинаешь разбирать, и обращаешь внимание, а к следующему собранию в антитопе уже другие ребята, потому что тем как-то, ну, не комильфо оказалось. Финансовый результат решает, но далеко не все. Элемент соревнования в нашей стране, который привит, вот чтобы стать лучшим, начиная со школы, он очень большим двигателем прогресса является. Даже вот не в предпринимательской среде, а больше в менеджерской. Не быть последним пацаном во дворе, это реально прям решает. Ну, естественно, программа лояльности, MyBucks, которые мы дарим, это отдельная тема. По обучению персонала, давайте очень коротко, у нас есть корпоративный портал, это очень круто, онлайн обучение. По поводу продвижения маркетинга, но в большей степени это связано все-таки с общепитом, поэтому я тоже вот эту вот тему слишком не буду раскрывать. Прикольная тема, геоинтеллект, возможно, кому-то в бизнесе она пригодится, когда вы на определенном сервисе, который предоставляет вам либо день, либо энд попыток бесплатно, предоставляет вам возможность выделить определенный кусок города и получить дико громаднейшее количество информации о том, кто там живет, по количеству домохозяйств, по и покупательской способности, я таких слов даже не знаю, сколько они там дают, все это детализации. Если у вас завязка есть на какое-то оффлайн-представление, на B2B-кооперацию, на что угодно. Типа... Это геосервисы? Это... Не наши. Операторы соотношения? Или что? МТСовские, наиболее распространенные, но еще есть пару-тройку. Ну, я знаю, что мы пользуемся МТСом, и они типа прошли в нашем вот внутреннем кастинге, ну, как по-другому называется, не с девушками, но, короче, суть такая. Да, МТС там вруливает, короче. Этого я вам уже похвастался, рассказал насчет того, что этот ресторан лег, а с соседнего мы привезли. Вот так мы взяли Воронеж. Это вот этот город, и вот по одну часть, из частей этого города, мы сначала как-то здесь франчайзи открывался, а нужно было доставлять вот сюда. И мы очень быстро ускорились, и в настоящий момент на душу населения, у нас есть и такая аналитика, Воронеж первое место, даже Волгоград удивляет, несмотря на то, что это домашняя регион, здесь мы, конечно, сильны и хорошо представлены. Я не буду проходить, давайте, по маркетингу всем инсинуациям, они прям, непосредственно по общепиту завязаны. Завершающие два-три слайда. Я рекомендую, если есть достаточный объем, количество заказов, и как следствие, жалоб, в смысле обращений, мы культурные их называем, суть от этого не меняется. И где-то нужно ввести статистику, это вот тоже еще один из сервисов, который мы сами не писали, helpdesk.edu или hde.ru или точку ком, я не помню. В общем, helpdesk.edu. Это система, которая даже на наш федеральный объем и масштаб заходит, и прямо с ней нормально работает, по фиксированию всех обращений, там можно статистику развернуть вообще любую, просто за несколько лет, вытаскивать, выдергивать, анализировать, соответственно, мы улучшаемся или ухудшаемся. Очень хороший сервис, четкий. Вот обращение гостей, это статистика двух- или трехлетней давности, честное слово, эти цифры такие же, может быть там на пять сотых, чуть больше сейчас. Мы их типологизируем по времени выдачи заказов в торговом отделе, ну в смысле, я сижу, бизнес-лunch жду, а мне не выдают его, по времени доставки, по качеству продукции, там по нолям, чуть-чуть, да, расфокусировка у нас, по нолям у нас отравление, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, и самое большое, это недокомплект, или перекомплект там должно быть написано, 380 штук, это именно из-за того, что формат не предоставляет возможности отдельного сервисника, который будет упаковывать заказы. Она упаковывает заказ, принимает заказ у вас и выдает мне. Ну и как бы мы их не обучали, это бич, а мы не можем в этой бизнес-модели его превозмочь. Отсюда и корпорталы, и онлайн-курсы обучения, но все равно, как бы факт остается фактом, девчонки работающие допускают ошибки, к сожалению. 0,28% это жалобы, если жалобы на опоздание отодвинуть, а жалобы на опоздание по доставке это без малого 1%. Но даже если сложить все вот эти по качеству продукты жалобы, мы крайне недовольны, потому что, как мы считаем, мы умножаем на 8, мы считаем, что жалуются каждый 8. Ну, можно на 10, мы даже на 8. То есть реально, мы не удовлетворили полтора процента, то есть даже больше, чем каждого сотого. Ну, а если здесь посмотреть на опоздание, то есть, соответственно, если там по пятницам мы можем влететь, то сотых процентов 10 мы привезли не вовремя, если пожаловался 1%. Это тоже вопрос о негативных обращениях. Вы не питайте иллюзией, далеко не каждый вам тут все бросит и вам даст вот эту обратную связь. Делать им больше нечего, поэтому умножайте, не забывайте. Ну, это непосредственно для общепита, просто тоже один из факторов роста был то, что мы начали дружить с деливерием. В общепите есть общий вот такой заклятый враг. Как в том анекдоте, когда волки съели зайца и сидят, короче, слушай, что же написать, а? Давай друг. Да не, ну какой друг, душу сожрали. Давай враг. Ну какой он враг, мы жили с ним. Давай партнер. Ну вот, мы писали, партнер, так и это, заклятый враг. Общепита, это деливери-клаб. Ну, ввиду очень большого процента комиссии, которую он себе забирает. Вот, и мы много лет назад приняли решение первыми, ну, одними из первых, сотрудничать все-таки, несмотря на что с зелеными, ну, потому что гость решает, и ему там удобнее. И добились очень хороших условий, и вот этим слайдом, я к нам, когда с общепитовцами, там, в Новику бизнес-кулс убираемся, еще где-то, я очень элементарно, так, на цифрах объясняю, доказываю, что надо работать без деливери-клаба, и это возможно, несмотря на их комиссию, которую они выгребают. Ну, это тоже бизнес, который стоит денег, реально, и там практически ничего не остается. Та же песня. У нас эксклюзив с зелеными просто. Спасибо большое. Извините, я не удержался. 15 минут. Роман, спасибо огромное. Спасибо, Дим. Я очень вам благодарен, что столько времени провели с нами. Пришли, емко, кратко, по факту, поделились. Бренд, Mybox, это известный бренд и простой, все наши резиденты его знают. У нас, нашими резидентами являются компания AsushiDaram, корейская такая. Я знаю их, да. Они очень на вас равняются, передавали привет конкурентам, у нас вообще нет такого понятия, у нас есть друзья, потому что все мы на одном рынке, всем хватит клиентов, поэтому мы за дружбу, поэтому будет интересно, можем вас как-то познакомить, пообщаться, если еще не знакомы. Можно одну секунду прям. Наш бывший дивизиональный директор больше полугода работает там исполнительным директором руля всей этой сеткой. Мы созваниваемся раз в две недели, мы друзья в отличных отношениях. Спасибо огромное, это очень ценно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова